Дмитрий Солонин Почти как в кино Книга вторая Часть третья Голова пятая Город Красноярск, крыша ТРЦ, планета 25 июня, среда, 21 час 30 минут Радиационный фон 120-350 микрорентген в час В первые секунды после осознания случившегося казуса меня разобрал нервный смех Да еще бы не разобрал Я изначально не подписывался ни на грубое задержание с натягиванием на голову пыльного мешка ни на поход в торгово-развлекательный центр мало чем теперь отличавшийся от огромного морга И уж тем более не собирался попадать под самый настоящий минометный обстрел От нас требовалось только разведка местности и выход на связь в заранее оговоренное время Простые незатейливые действия, даже школьник справится Впрочем, к тому, что в последнее время все планы летят наперекосяк, я уже привык Оставалось только расслабиться и получать удовольствие А в том, что получать это самое удовольствие придется в самое ближайшее время я не сомневался Что у нас там обычно следует после артподготовки? Правильно, атака Правда, пока со стороны атакующих не прозвучало ни одного выстрела Сами охренели от того, как долбят минометы, что ли Я бы не рекомендовал во весь рост вставать На всякий случай напомнил Артему Он все еще удивленно озирался по сторонам будто надеясь обнаружить поблизости чудом уцелевшую радиостанцию А все, а нету Я разбил руками и отполз к бортику крыши облокотившись на него спиной Писец! Артем как-то сразу паник и последовал моему примеру Потом погрустим Ухмыльнулся я, покрепче сжав в руках автомат Пальцы ощутимо дрожали, да и в целом потряхивало неслабо Нас сейчас утюжить будут, кажется И то верно, согласился Артем Не высовываемся пока Именно, кивнул я Реальный бой, как я уже успел выяснить во время общения с грибными фанатиками Не имеет ничего общего с тем, что мы видим в фильмах или компьютерных игрушках Сообщать о начале огневого контакта Или стрелять в воздух из стартового пистолета Никто, разумеется, не стал Со стороны нежданных гостей Внезапно шарахнула добротная очередь Крупнокалиберные пули Вгрызлись в фасад ТРЦ чуть ниже нас Хаотично рикошетируя нитями трассеров А я еще сильнее вжался в бортик Искренне надеясь, что бетона на него не пожалели Маталыга МТЛБ, Маталыга Отечественный многоцелевой транспортер-тягач Легко бронированный Универсальная гусеничная техника Уместная как для сельхозхозяйственных работ Так и для эвакуации раненых с поля боя По зданию кладет крупным калибром Моментально отреагировала на начавшийся обстрел радиостанции Алтай, ты на крыше уже? Бегу, Карны, бегу я, блядь У меня с собой семерка Семерка, гранатомет РПГ-7 Отечественный ручной противотанковый гранатомет многоразового применения К ней два обычных выстрела и тандемка Поднимусь, погашу его Следующая очередь ударила ощутимо ниже И я смог приподнявшись высунуть голову МТЛБ подполз к краю парковки Частично укрывшись за газелью с высоким тентованным кузовом И от всей души поливал из пулемета торгово-развлекательный центр Причем, судя по грохоту выстрелов, на Маталыге стоял далеко не штатный 7,62 мм ПКТ ПК ПКТ Единый пулемет вооруженных сил РФ СССР Т. Танковая модификация, предназначенная для установки на бронетехнику Видимо, нападавшие приколхозили к ней что-то посерьезней Со стороны планеты, постепенно набирая темп, застрекотали автоматы Вскоре к ним подключился пулемет Основной огонь сосредоточился на МТЛБ И если автоматы с такого расстояния могли только нервировать его экипаж То вот пулеметчик вполне способен пробить тонкую броню К тому же скоро на крыше появится РПГ Так что участь коробочки при любом не завидна Суматоха в эфире постепенно улегла И сменившись с довольно грамотно организованной боевой работой Было ясно, что подобным образом люди-бати действуют не в первый раз Малой, короче очереди, короче, блядь, по морде ему работай Корнет всю дому, стрелка видишь, можешь снять? Хер там корнет, они листов налепили, могу по ним подолбить Херать куда угодно, лишь бы он по крыше не работал Сейчас Алтай оттуда его просраться даст Сорока-бати, со стороны ленты грузовик хорошо наблюдаю и легковую У нас сбуду через пару минут, работают по ним? Ждать, Сорока, ждать! Броня их со стороны проспекта накроет Агат-302, доложись! 302-й на приеме, иду по проспекту, цели ниже работать могу 306-й прикрывает от магазинов на автобусной остановке Агат-302, подтверждаю работу, Сорока, понаблюдай! Агат-302, принято! Костя, прямо 20 львей 5, огонь по команде! Интересно, Агат это те самые БМПшки, которые разнесли блокпост на трассе? Если да, мы с Артемом можем даже не высовываться шибко Разберутся быстро и без нас Подтвердение моих мыслей справа, чуть подаль, оглушительно загрохотала автоматическая пушка Успевший разогнаться микроавтобус нападавших вдруг вильнул в сторону и полыхнул, как спичка Врезавшись в ряд припаркованных у ленты автомобилей Шедший следом грузовик резко затормозил, и из кузова посыпались люди Я толком не разглядел, сколько человек успели оттуда выпрыгнуть Но спустя пару секунд после остановки кабину армейского Урала буквально разорвало Словно в замедленной съемке водительская дверь вогнулась внутрь В самом центре нее возникла огромных размеров дыра с рваными краями Брызнуло стекло и почти сразу же внутри вспыхнуло Мгновение, и на месте кабины вырастает огненный разрыв А парочка наименее удачливых пассажиров, не успевших отбежать на безопасное расстояние Разлетаются в разные стороны Что ж, у этих хотя бы шанс выжить имеется А вот что случилось с водителем, представлять не хотелось Из радиостанции тем временем раздался довольный голос командира БМП Накормили пазлы ОФЗшками ОФЗ, осколочно-фугасный зажигательный патрон для автоматической 30-мм пушки 2А42 Не лезь, куда не звали, потому что 306-й, ко мне выпадай потихоньку Агат 302 батя, машинки кончились, с мотолыгой подсобить Ну здорово, славяне! Раздался вдруг за спиной мощный голос Мы с Артемом синхронно обернулись, в нашу сторону, низко пригнувшись к крыше Со всех ног бежал здоровенный детина с гранатометом на одном плече И брезентовой сумкой для запасных выстрелов на другом Алтай, на всякий случай уточнил я Вадим! Представился детина, присев рядом на одно колено Значит, тема такая По моей команде высовывайтесь и начинайте лупить по мотолыге Короткими, но меткими очередями, понятно? Короткими, но меткими, чтобы они там внутри от звона охерели А пока они охеревают, я засылаю подарок Мотолыгия горит, мы счастливы идем строить новую жизнь, понятно? Так точно Немного прифигев, ляпнул я Понятно Закивал Артем Гранатометчик наклонил голову к закрепленной на плече тангенте радиостанции И вдавил кнопку передачи Седой Алтай на точке, готов работать Как херану, сразу долби всех, кто из коробки полезет Принял тебя, Алтай! Отозвались в ответ Ну, за вас с нами и за хуй с ними? Вадим страшно оскалился, подмигнул А затем сноровисто достал из сумки гранатометный выстрел Там повкуснее штука есть, но она дефицитная Так что будем шмалять обычным, ему хватит Поехали! Я упер приклад автомата в плечо, осторожно высунулся И попытался прицелиться в торчавшую из-за газели морду МТЛБ Получилось не сразу Руки все еще ходили ходуном Не без труда совместив мушку с целиком Я выбрал указательным пальцем свободный ход спускового крючка Продавил его чуть глубже Калашников дернулся в руках По рубероиду застучали гильзы Вроде не мажу Вот так, короткими очередями Целиться удобней, да экономичней Не с моим боекомплектом пулеметчика из себя строить Еще разок, еще! Я старался попадать туда, где, по моему разумению Находились триплексы механика, водителя и командира Вдруг получится разбить Артем же поливал мотолыгу, не жалея боеприпасов От всей своей широкой души Ох, и погано же сейчас ее экипажу Пустой, перезарядка! Крикнул он, сноровисто вышибая запасным магазином опустевший Принял! Прокричал я в ответ, не прекращая вести огонь Товарищ ловко сменил магазин и дослал патрон в патроник Готов! Когда пулемет на кустарной башне МТЛБ наконец-то изволил Лениво повернуться в нашу сторону Вадим подскочил, положил РПГ на плечо И практически не целясь выстрелил Гулко ухнула реактивная струя А спустя пару секунд внизу раскатисто шарахнуло Ебать мой кой! Радостно сообщил гранатометчик Ща подожди, вторую следу отправлю! «Попал же!» — с надеждой спросил я, почти не слыша своего голоса и зазвона в ушах «Хули не попал! Вон она, дымуся! Ща еще!» Из облака дыма, клубившегося на месте МТЛБ, вдруг ударила протяжная, неприцельная очередь Бортик крыши перед моим лицом буквально взорвался кусками декоративных панелей Я машинально отскочил и шлепнулся на спину Сдавленно вскрикнул Артем, а слева дико заорал Вадим Боковым зрением я заметил, как гранатометчик упал, схватился за ногу и принялся кататься по крыше «Плохо дело!» — промелькнуло в голове Если поймал ногой пулю, наверняка разворотило в хлам, калибр-то не маленький «А что там, Артем?» Я повернулся и увидел, что он, прижав к щеке ладонь одной руки, из-под которой сочилась кровь, другой уже тянул из-под сумка перевязочный пакет «Вадима, глянь, я нормально!» Морщись от боли попросил Артем Выдохнув, я привстал и рывком бросился к гранатометчику Осколок декоративной панели прошелся по внутренней стороне бедра Вадима, распоров камуфляж и мягкие ткани Небольшой кусок пластика веселенького оранжевого цвета засел довольно глубоко Из-под него толчками вырывалась густая алая кровь «Сука!» — стонал гранатометчик, стиснув зубы «Пидор! Паскуда! Гандон! Живучий! Блядь!» «Тихо, тихо, не ори!» Рявкнул я, осторожно переворачивая раненого на спину Так, что тут у него? Ага, на поличе чуть ниже тангенты радиостанции у Вадима был закреплен простенький турникетный жгут Но, надеюсь, он его не из Китая заказывал Обычно оттуда ничего хорошего не приходит Сорвав турникет, я вытянул ногу отчаянно орущего и сопротивляющегося гранатометчика Намотал жгут прямо поверх одежды, чуть выше места ранения И принялся силой закручивать ручку На словах оказание первой помощи всегда выглядит простым и незатейливым делом Существует куча инструкций, пособий, учебников Делай раз, делай два И вот уже счастливый и перевязанный боец улыбается нам с рисунка Придерживая кровавленную культю Однако в жизни все обстоит чуток иначе Вадим орал и плевался, дергаясь во все стороны и пытался меня скинуть Кровь хлистала, не переставая, а меня беспокоило, как бы он не словил болевой шок Дело в том, что чем сильнее затягивается жгут, тем больше вероятность травмировать нервные стволы Но без этого кровь не остановить А если жгут затянуть слишком слабо, кровь может пойти еще сильнее Так что я, словно обезумевший, вертел ручку турникета При этом бормоча гранатометчику что-то успокаивающее Когда кровотечение заметно успокоилось, а ручка жгута отказалась провернуться еще хотя бы на миллиметр Я отпол в сторону и тупо уставился на залитые кровью руки Вадим тихо стонал, ощупывал жгут, а стрельба утихать определенно не собиралась Алтай, давай еще одним по коробке огонь, еще одним огонь Ожила радиостанция Ты ему гусы сбил, Алтай, на связи, прием Гранатометчик был совсем не в состоянии вести беседы и уж точно давать еще один Я задумчиво покосился на валявшейся без дела РПГ Опыт компьютерных игр, конечно, дело хорошее Не сосчитать, сколько душманских караванов я в свое время пожег с такого же гранатомета в легендарном флэшпойнте Только игры, это игры А сейчас прямо передо мной лежит новенький, будто со склада РПГ-7 Рядом сумка с двумя выстрелами, внизу бронетехника противника Ну как бронетехника? Легко бронированный тягач на самом деле, но общий смысл от этого не меняется Да и противникам вчерашних попутчиков в автобусе или соседей по лестничной клетке назвать язык не поворачивается Но МТЛБ надо погасить факт, значит выбора у меня особого нет Как Вадим? Слабо поинтересовался Артем, кое-как наложивший на лицо повязку Пойдет, ответил я, ухмыльнувшись случайному каламбуру В ближайшее время гранатометчик сам точно никуда не пойдет Сам как? Чуть бороду не оторвало Артем попытался улыбнуться, но тут же скривился Не дергайся, скоро закончится все Посоветовал я и медленно оскальзываясь на перепачканных чужой кровью ладонях пополз к гранатомету Диман, ты чего задумал? Стревоженно крикнул товарищ Заебался Пробормотал я Домой хочу Алтай, ответь бате! Алтай, прием! Надрывалась радиостанция Гаси коробку, блядь! 302-й, ты далеко ушел от ТРЦ? Я неловко вытащил из подсумка Моторолу, вдавил кнопку Батя, на связи Аскет Алтай 300-й, тяжелый, гоблин тоже, но полегче Медицину на крышу быстро Сейчас попробую погасить коробку Аскет? Не понял, какой Аскет? Савельев, это ты? Точно, я же батя нашей с Артемом позывные так и не назвал Да и хрен с ними с позывными Достал меня этот МТЛБ Долбит и долбит Еще и башка кружится Хочется заползти в палатку, укутаться в спальник и проспать часов 20 Хорошо Максу, кайфует, хотя по-любому проснулся уже Я взял гранатомет в правую руку, вынул из сумки выстрел Непривычной формы, похожей на винную бутылку Повозившись, скрутил предохранительную крышку с реактивного двигателя Отбросил ее в сторону Так, пока все довольно просто, дальше заряжаем Логика подсказывала, что боеприпас просто вставляется в гранатомет Выстрел легко проскользнул в дульную часть ствола Фиксатор до упора вошел в вырез Аккуратно проверил пальцем спусковой крючок Взвелся На РПГ Вадима почему-то не было оптического прицела Но это, наверное, к лучшему Пока в прицельной сетке разберусь, уже все крышу вдруг шлак превратят Пулемет МТЛБ сейчас молотил куда-то в другую сторону Видимо, стрелок решил, что гранатомет больше не доставит ему проблем Ну и дурак Уложив непривычную трубу на правое плечо Я поймал в прицел мотолыгу И, медленно выдохнув, поместил указательный палец на спусковой крючок Стена! Вдруг дико взревел Вадим А я понял, что только что стал очередным кандидатом на премию Дарвина Гранатомет РПГ-7 неспроста назвали реактивным При выстреле из его сопла вырывается мощная струя горячих газов В инструкциях к подобным штукам всегда делают упор на то, что стоять позади гранатометчика не просто опасно, а в принципе несовместимо с жизнью Как и стрелять, находясь перед стенами или иными препятствиями А прямо за мной, метрах в полутора, как раз-таки была стена какой-то технической надстройки Дальнейшие события развивались стремительно Гранатомет ухнул, тандемная граната устремилась к своей цели, прочерчивая в воздухе дымный след Мне в спину ударила тугая волна горячего воздуха, толкая тело вперед к краю крыши МТЛБ рванул, плюнув пламенем и всех возможных люков и отверстий Вместе с ним рванули мои барабанные перепонки Последнее, о чем я с сожалением подумал, прежде чем провалиться в темноту Лежавшие в бардачке Витар и Артема сигареты Интерлюдия первая Зато Железногорск, вертолетная площадка ГХК-2 26 июня, четверг, 7 часов 40 минут Радиационный фон 50-75 микрорентген в час Красная подсветка приборных панелей резко контрастировалась с темной и притихшей тайгой Замершей за проволочным ограждением вертолетной площадки Раньше из тайги сюда частенько забредали медведи Члены экипажа вертолета Ми-8 авиации МЧС России с бортовым номером 24-501 Становили свидетелями уморительных погоней УАЗика руководителя полетов за перепуганными косолапыми гостями Сейчас казалось, что все это было словно в прошлой жизни Ни медведей, ни руководителя полетов, ни ярко освещенной башенки контрольно-диспетчерского пункта Только вязкая тишина, рассветные сумерки, больше похожие на странное безвременье И неизменный, родной запах авиационного керосина Борттехник Михайлов и второй пилот Марченко, сонно позевывая, курили в приоткрытый правый блистер кабины Дожидаясь командира экипажа, уехавшего в оперативный штаб группировки «Думаешь, полетим сегодня?» Размяв затекшую шею, спросил Михайлов, Марченко пожал плечами «Не знаю даже, сколько горючки мы за два дня полетов сожгли» «Много, поморщился борттехник, даже слишком» Результат мало Второй пилот отщелкнул окурок в блистер и вытащил из кармана за креслом бутылку минералки Данилыч говорил, из Каннска Ми-26 обещали пригнать Продолжил он «Чтоб большие группы пострадавших разом грузить и по земле колонны не гонять Может, нас на разведку отправляют» «Так его только дня через три пригонят» Докурив, Михайлов дотянулся до блистера и немного прикрыл его «Заранее, получается, летим» «Черт их знает, Сань» Пожал плечами Марченко «Лучше бы в общаге спали, честное слово» «И то верно» Кивнул борттехник «Смотри справа, едут, кажется» Со стороны тускло подсвеченного дежурными фонарями въезда на вертолетную площадку Показались приближающиеся фары нескольких автомобилей Спустя пару минут к вертолету подъехала небольшая колонна, состоявшая из полицейского патриота, тонированного японского микроавтобуса И видавшего виды топливозаправщика на базе армейского КАМАЗа Топливозаправщик привычно остановился сбоку от вертолета, почти коснувшись его лопастей оранжевой цистерны Из кабины выбрались трое парней в комбинезонах авиационных техников и сноровисто принялись за заправку «Под самую крышку заливают, Валентин Данилович!» Спросил борттехнику подошедшего со стороны патриота командира экипажа Захарова Широкоплечиво сидеющего мужчины, одетого в кожаную летную куртку «Нам летать и летать сегодня, полные баки льют!» — кивнул тот «Иди, процесс контролируй, полетное задание на борту доведу, вижу же, распирает тебя от любопытства Так точно, Валентин Данилович, распирает!» Михайлов шутливо махнул рукой, ухмыльнулся и заспешил к топливозаправщику «А меня-то как распирает!» Проворчал себе под нос Захаров и, достав из кармана пачку красной явы, отошел покурить к машинам Ему изначально не нравилась идея сегодняшнего вылета Да и люди, с которыми предстояло лететь, тоже не вызывали симпатии Но против приказа не попрешь, не то сейчас время Так что придется организовывать воздушную экскурсию над правобережьем Красноярска для исследовательской группы из... Откуда они, кстати? В штабе вроде как говорили, что из какого-то научно-исследовательского института в Железногорске То ли радиологией занимаются, то ли еще какой-то хиромантией Не то, чтобы Захаров был решительно против ученых с их с изысканиями Просто не любил рисковать экипажем и винтокрылой машиной без веских на то причин В запланированном вылете он таких причин не видел Что даст ученым информацию о радиационной обстановке в районе, который оперативный штаб группировки с первых дней считает безвовзвратно утерянным? Какое электромагнитное поле они собираются там замерять? Тут кому угодно понятно Для таких работ нужна техника посерьезнее, чем Ми-8, почти вылетавший свой ресурс Защищенная техника нужна Защиту, кстати, довольно условной Уже тащили из микроавтобуса к вертолету двое крепких молчаливых парней в серых штурмовых комбинезонах и с АКСУ на плечах Младшие научные сотрудники не иначе Скептически подумал Захаров, наблюдая, как они складывают у кабины упаковки с ярко-голубыми рентгеновскими фартуками «Сейчас герметик принесем, и можно крепить, Валентин Данилович», — сообщил один из парней, когда они проходили мимо «Замечательно», — мрачно кивнул Захаров Идея облепить кабину изнутри свинцовыми фартуками принадлежала руководителю исследовательской группы Молодой и самоуверенной особи по имени Ольга В ее ученой степени Захаров сомневался особенно сильно На вид девушки было лет 25, и своим видом она больше напоминала современную амазонку Нежели светила возрождающейся отечественной науки И уж точно не она потом будет отдирать чертовы фартуки от остекленения кабины «Валентин Данилович», — Ольга, появившаяся в открытой пассажирской двери микроавтобуса, призывно помахала какой-то папкой «Что у вас?» — подчеркнуто вежливо поинтересовался Захаров «Тут схема к полетному заданию, как нам лететь и где» — девушка нахмурилась, перебирая бумаги «А, вот тут, ага, вот» «Это наши книжки учета индивидуальных доз облучения?» — уточнил Захаров, разглядывая три самодельных корочки, отпечатанные на принтере «Да», — кивнула Ольга «Сегодняшний вылет уже подписан вашим непосредственным командиром, дозы сами впишите по возвращению» «Как это сами?» — удивился Захаров «Насколько ему было известно, учет доз облучения велся крайне строго, а заполнять книжки после вылета обычно имел право только дежурный дозиметрист» «Обман какой-то получается», — сурово сдвинул брови Валентин Данилович «Все-то у вас ученых, не как у людей» «Я химик-биолог, если что», — нахмурилась Ольга «И вообще, я же вижу, вы на меня как на ведьму смотрите» «Поймите, у меня ведь тоже есть приказ, а книжки я попросила не заполнять, потому что вылет опасный, а за превышение нормы облучения вам выходные дадут и усиленный паёк выпишут» «Но фартуки эти в кабине зачем?» «Для вашей же безопасности» Девушка смутилась и вроде как даже немного покраснела «Я читала, что в Чернобыле вертолетчики так делали» «Ну, спасибо» Захаров тоже замялся, устыдившись вдруг своего предвзятого отношения к Ольге Она же вроде как лучше хотела сделать «Вы орлам своим скажите, чтобы оборудование быстрее грузили» Уже мягче попросил он «И... спасибо» «Правда» Девушка облегчённо улыбнулась и скрылась в микроавтобусе Валентин Данилович вздохнул, покосился на кучу фартуков и полез в кабину Оценивать масштаб предстоящих работ Ольга до сих пор не свыклась с ролью старшего научного сотрудника А тем более руководителя целой исследовательской экспедиции Окончив университет только в прошлом году, она довольно быстро нашла себе работу по специальности В некой клинике альтернативных технологий, находившейся в Железногорске Полчаса езды от Красноярска по недавно отремонтированному шоссе Шикарные условия работы и оклад значительно выше среднего по региону О чём ещё может мечтать вчерашняя выпускница, имеющая на руках красный диплом престижного университета Собеседование Ольги прошло легко, после чего была назначена в отдел аналитики, занимавшейся сбором данных по различным исследованиям Довольно пространная формулировка, хотя в клинике, на самом деле являвшейся филиалом Государственного научно-исследовательского института, такое было в порядке вещей Соответствующие уровни секретности и надбавки прилагались, поэтому первый месяц на новом месте работы для девушки прошёл интересно и познавательно Подавляющее большинство одногруппниц, заимев дипломы, пошли работать совсем далёкие от полученной специальности сферы И Ольга заслуженно собой гордилась Возможно, её ждали новые открытия, признания в научном сообществе и мировая слава Но судьба распорядилась иначе Когда прозвучал сигнал воздушная тревога, а персонал института спешно эвакуировали в расположенные на территории горно-химического комбината бомбоубежища Девушка не пошла в добровольные аварийно-спасательные формирования, не записалась на курсы медицинских сестёр или поваров полевых кухонь Будучи принципиальной и обстоятельной, она осталась на своём месте и довольно быстро была назначена руководителем одной из групп, занимавшейся проблемой внезапно появившегося сияния Такое решение было принято руководством института в условиях критического кадрового голода Однако Ольга не жаловалась и оказанное доверие вполне оправдывало Влияние радиационного излучения на организм человека, основы первой медицинской помощи в зонах боевых действий, психология социальных групп, образующихся в зонах локальных конфликтов Лишь некоторые варианты прикрытия, позволявшие ей на местах заниматься основной профильной деятельностью Сегодняшний вылет должен был помочь решить сразу несколько важных вопросов, поэтому Ольга волновала сильнее, чем обычно Беспокоили её две проблемы – странный туман за сутки после первого удара, накрывший правый берег Красноярска И влияние сияния на различные оборудования И если с туманом всё было довольно просто Требовалось произвести видеосъёмку, прикинуть возможность дальнейшего его распространения на территории города И взять пробы воздуха, в идеале где-нибудь приземлившись То с сиянием дела обстояли куда сложнее В грузовой отсек вертолёта загрузили кучу исследовательского оборудования и всевозможных приборов Необходимых для того, чтобы зафиксировать электромагнитное и радиационное излучение Специальная папка, которую можно было вскрыть только в определённый момент, содержала множество подробных инструкций на все случаи жизни Вот только было ещё кое-что Ольга знала, что новая вспышка сияния произойдёт именно во время их вылета Знала, но не имела права никому об этом говорить Ей требовалось опытным путём выяснить воздействие странного атмосферного явления на человека Экипаж Захарова заканчивал предполётную подготовку В десантном отсеке надёжно закрепили и подключили к бортовой электросистеме всё оборудование Сами учёные расположились на складных лавках вдоль левого борта и заранее пристегнулись ремнями Помимо Ольги и двух молчаливых бойцов летели трое лаборантов, отвечавших за оборудование Вообще их должно было быть четверо, но Захаров твёрдо заявил, что вертолёт не пассажирский Боинг И вообще у него и так перегруз Поэтому очкастый мистер номер 4 пойдёт нахрен Очкастый мистер не особо расстроился и быстро объяснив коллегам, какие кнопки нужно сжать на непонятной штуковине, опутанной проводами, ретировался Валентин Данилович, долго разговаривавший о чём-то, заправлявшими вертолёт техниками Последним поднялся на борт и закрыл боковую дверь Перед тем, как пройти в кабину пилотов, он критически окинул взглядом десантный отсек «Долетим?» — на всякий случай поинтересовалась Ольга «Долетим!» — кивнул Захаров «Все пристёгнуты! Попрыгать придётся, с перегрузом залетаем!» Пассажиры оживлённо закивали, некоторые для убедительности оттянули привязные ремни Командир, удовлетворившись увиденным, слегка улыбнулся и протиснулся в кабину Вскоре экипаж занялся привычной работой по подготовке винтокрылой машины к взлёту На панелях в кабине защёлкали щётки и тумблеры, мерно зашумела вспомогательная силовая установка Медленно провернулись лопасти, вертолёт сдрогнул, и двигатели басовита заурчали, набирая обороты «Работа гидросистем проверена, нормальная, работает основная гидросистема!» — доложил борттехник, сверившись с показаниями приборов «Правый авиагоризонт включён!» — сообщил второй пилот «Левый включён, показания одинаковые!» — кивнул Захаров, бросив взгляд на приборную панель «Радиокомпас включён, работает настроенно!» — радиовысометр включён, ПЗУ включено, табло горят «Двигатели и трансмиссия прогреты, показания приборов СУ нормальные!» «Автопилот проверен, включён крентангаж!» — Захаров поёрзал в кресле, устраиваясь поудобнее, проверил привязные ремни «Экипаж, взлетаем без разбега!» «Зона взлёта свободна, правый к взлёту готов!» «Борттехник к взлёту готов!» «Ну поехали, соколы!» Валентин Данилович ухмыльнулся и, плавно потянув вверх ручку шаг газа, щёлкнул переключателем бортовой системы речевого оповещения «Уважаемые пассажиры! Командир воздушного судна и экипаж рады приветствовать вас на борту комфортабельного вертолёта Ми-8Т, следующего рейсом в Железногорск-Красноярск!» «Наш полёт займёт 20 минут. Туалетов на борту нет, горячее питание, прохладительные напитки и мультимедийные системы не предусмотрены. Спасибо, что выбрали авиацию МЧС России!» Ми-8, качнувшись, оторвался от земли и исчез за верхушками сосен, быстро набирая высоту. Борт номер 501 взял курс на Красноярск. Город Красноярск, Ленинский район, 26 июня, четверг, 8 часов 20 минут. Радиционный фон 150-290 микрорентген в час. Панорама разрушенного города за стёклами кабины заставила экипаж надолго замолчать. Пройдя мимо единственной уцелевшей трубы ТЭЦ-1 из трёх, вертолёт выполнил левый разворот и взял курс на коммунальный мост. Подёрнутые серой дымкой призрачные кварталы внизу вызывали стойкое ощущение нереальности происходящего. Граница между землёй и небом попросту отсутствовала. Горизонт затянула сплошная серо-жёлтая пелена. Странный туман, спускавшийся с Кузнецовского плато и Торгашинского хребта, накрывал правый берег рваным лоскутным одеялом. Нет навигации, нет связи с землёй. Нет привычных ориентиров. Ми-8 будто бы плыл над Красноярском, рассекая винтами хмарь за бортом. «Валентин Данилович, а можем чуть пониже опуститься?» Раздался в наушниках голос Ольги. «И чуть правее, в сторону Енисея». Захаров кивнул, отпуская ручку шаг газа от себя. «Экипаж, внимание, занимаем высоту 500, курс 210. Принято, занимаем пять сотен, 210-й курс». «Данилович!» Михайло вдруг тревожно посмотрел на приборную панель. «Глянь-ка, у нас генераторы отваливаются, что ли?» На панели управления переменным током в бортовой сети стрелки амперметра и вольтметра прыгали во все стороны. Часто моргали табло подключения аэродромного питания и отключения обоих генераторов. «Спокойно, Саша, разбирайся», — тихо сказал Захаров. «Выключаю выключатели генераторов и выпрямительных устройств. Запускаю ВСУ». Михайлов защелкал тумблерами, периодически сверяясь с руководством полетной эксплуатации. «Валентин Данилович, у нас все хорошо?» Зволнованно поинтересовалась Ольга. «Звук странный в салоне, будто двигатели захлебываются». «Все нормально, Оль. Ну куда вы встали? Пристегнитесь!» Командир жал ручку управления, осмотрелся по сторонам. Площадок для аварийной посадки внизу точно нет. Дотянуть до какого-нибудь торгового центра. «Там хотя бы парковки большие, можно что-то придумать». При отказе генераторов и вспомогательной силовой установки борт продержится в воздухе еще минут семь. Вот только что происходит с вертолетом, и что за чертовщина творится в небе? Там, где, по идее, должен был находиться горизонт, разгоралось странное зеленоватое свечение, чем-то напоминающее северное сияние. Внезапно в кабине заговорил противным механическим голосом бортовой речевой информатор. «Борт 501, отказ левого двигателя! Борт 501, отказ левого двигателя!» «Яб твою мать!» – вырыгался бортмеханик. «Не паникуем, спокойно!» – скомандовал Захаров. «Михайлов, гаси левой! Что там, ВСУ? Марченко, устраняем разбалансировку!» «ВСУ запустились! Резервный генератор на борту! Кран останова левого двигателя закрыл! Пожарный кран левого закрыл! Генератор левого неисправен!» «Обороты правого скачут!» – доложил второй пилот. «Садиться надо, командир!» «Знаю я, знаю!» – прошептал Захаров. «Давайте-ка еще 50 вправо, идея есть!» Вертолет, накоренившись, развернулся и низко полетел над Ненесеем в сторону центра города. К звуку работающего двигателя добавился странный металлический ляск. Ми-8 затрясло, дернуло в сторону. Сияние становилось все сильнее, поднимаясь от линии горизонта к небу, подсвечивая и наполняя причудливыми разноцветными узорами облака. «Как в дуденьке, командир, а?» – нервно улыбнувшись, сказал Марченко. «Красиво!» «Я тебе дам красиво! Всем приготовиться, даю взлетный режим правому двигателю, а то не дотянем!» Захаров перевел ручку управления работающего двигателя в крайнее верхнее положение. Двигатель заревел, поползла вправо стрелкой индикатора температуры. «Не выдержит, командир!» «Куда он денется? Машина полностью исправна была! Это приборы с ума сходят!» «Высоту теряем!» Стрелки высотометра и вариометра крутились, словно сумасшедшие, а авиагоризонты бросало из стороны в сторону. «Нихера мы не теряем! Приборы по пизде пошли!» – резко ответил Захаров. «Собраться всем! Заходим визуально!» «Куда заходим-то?» Марченко непонимающе озирался по сторонам, пытаясь найти место для посадки. Вертолет клюнул носом вниз, дернулся вправо. Захаров выругался и резко дернул влево ручку управления, возвращая машину на прежний курс. «Помогай, Паша, помогай!» – ровным голосом сказал он второму пилоту. «Удерживаем от разворота и правого крена!» «Держу, Данилыч! Скорость! Приборов нет, сто восемьдесят примерно!» «Гасим! Надо на сто двадцать выдержать!» Командир внимательно вглядывался в проносящиеся внизу дома. «Вот где-то за ними! Сейчас!» «Куда садиться будем?» – взволнованно спросил бортмеханик. «Видишь корпуса краевой больницы?» – Захаров ткнул пальцем в стекло кабины. «Там торговый центр дальше, за университетом! Повезет! Сядем на парковку с коротким пробегом!» «Михайлов, давай гаси правый движок!» Бортинженер защелкал тумблерами на верхней панели. «Выполняю! Кран останова правого закрыт! Пожарный кран закрыт! Сигнал бедствия включил! Двигатель останавливается!» «Идем на авторотации!» Ми-8 летел на минимальной высоте, едва не задевая стойками шасси крыши корпусов медицинского университета. Посадка без двигателей, без приборов на неизвестную площадку, да еще и с предполагаемым коротким пробегом. Захаров даже не слышал, чтобы раньше кто-то из вертолетчиков практиковал подобное. В Сирии был похожий случай, когда ребята смогли посадить поврежденный вертолет на маленький пятачок среди скал. Но им подбили двигатель, а с авионикой никаких проблем не было. Экипаж мог видеть на приборных панелях и скорости высоту, так что Захаров прекрасно понимал. Шансов мягко приземлиться практически никаких. Тут помогут только удачи и огромный летный опыт его экипажа. Приборы сходили с ума, винтокрылая машина так и норовила сорваться с курса и круто дать вправо, но ручка управления пока слушалась. «Вижу! Вижу торговый центр!» – доложил Марченко. «Парковка забита!» «Правее проспект, машин нет! Заходим визуально, выдерживаем курс чуть вправо, следим за высотой!» Захаров потянул ручку управления на себя, задирая нос вертолета и закричал. «Всем! Проверите ремни, приготовиться к удару!» «Падаем!» «Садимся!» Зацепив передней стойкой шасси крышу торгового центра «Комсомол» и едва не задев лопастями какие-то рекламные конструкции, Ми-8 тяжело свалился на улицу Белинского. Вертолет тряхнуло, рвануло в сторону, но твердая рука командира чудом выровняла его. Поднимая тучи пыли и сажи, Ми-8 покатился по асфальту, медленно останавливаясь. «Тормоза, блядь! Тормозами работаем!» Закричал Захаров, завороженно глядя, как быстро приближается коробка автобусной остановки. Под полом кабины что-то оглушительно лязгнуло, и вертолет, издав протяжный стон, наконец остановился. «Живые все?» «Нормально, командир!» Захаров откинулся в кресле, стянул наушники и устало прикрыл глаза. Кабину медленно заполняло ровное зеленоватое свечение, а на обочине через один вспыхивали оранжевыми лампами уличные фонари. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова